Благодарность со слезами на глазах. Во вторник жители дома, в котором 16 февраля из-за взрыва газа обрушился подъезд, встретились с городскими спасателями. Люди вспоминали события страшной ночи и благодарили тех, кому по сути обязаны жизнью. Взгляд на трагедию глазами спасенных и спасателей в репортаже Елены Третьяковой. Спасатели и спасенные. С момента их последней встречи прошло две недели. Но даже малейшие детали страшной ночи 16 февраля в памяти тех и других яркие, словно были вчера. Аналогичная история есть у каждого из почти двух сотен жителей злополучного дома. Особым драматизмом наполнены воспоминания обитателей 4-го подъезда того, что ближе всех был к эпицентру взрыва. Двушка пенсионерки Валентины Бердник на первом этаже. Ночью, услышав хлопок от взрыва газа, она подумала, что это горят машины во дворе. Женщину и ее мужа спасатели эвакуировали через окно. Это было такое шоковое состояние. Мы даже это сказали, давайте скорее, мы вытащили нас без документов, ничего. На следующий день нас привезли к дому, надели на нас каски, по одному пустили в квартиру, чтобы взять документы, которые необходимы для жизни. В ликвидации последствий ЧП принимали участие почти 40 городских спасателей. Когда они начали разбирать завалы, бетонные перекрытия над ними начали разъезжаться. Под самой крышей висела плита с оконным проемом. И она прямо на глазах отходила от основной стены. И была угроза ее падения с пятого этажа прямо на нас. Время от времени мы просто все отходили от этого места, пока не подогнали большой кран. Сегодня спасатели наградили почетными грамотами, а маленькие жильцы поблагодарили их по-своему. Нарисовали для поисково-спасательной службы свое благодарственное письмо. Мы разместим у нас в службе. Но тяжелых воспоминаний еще много. Особенно ситуация омрачает скорбь по погибшим соседям. Многие из людей жили в доме с детства и дружили. Самым большим шоком для всех стало известие о гибели всей семьи Шагинсуковых. Их квартира на третьем, этажом выше взрыва. Под завалами скончались 34-летняя Татьяна, ее мама и двое детей, шестиклассница дочка и четырехлетний сын. Мы все кругами, уже в пункт разместили. Мы в пункт пришли, только записали все обратно к дому. И вот все ждали, ждали. И вот часов в 9-10 уже нашли всю семью. Мы, конечно, до последнего думали, что кто-нибудь где-то, потому что там двухъярусная кровать. Получается, что как-нибудь там улегла эта плита и все равно не получилось. Не смогла сдержать слезы Виктория Усачева. Ее мама Ольга Сенцова оказалась одной из троих выживших при обрушении. Квартира находилась на предпоследнем этаже. О хозяевах еще несколько дней после взрыва напоминала одежда на уцелевшей вешалке и стена кухни. От нашего дома, от нашего родного гнезда осталась на кухне плитка, ту, которую делал папа до века. И остались мамины куртки. И в куртке единственное, что уцелело, сотовый телефон. Только время может вылечить такой тяжелый шок, потому что она все помнит, как на нее упал потолок. И когда мне Денис сказал, спасатель, что у нее в руках в тот момент обрушения, в руках была икона. Сейчас в состоянии Ольги наметилось улучшение. Женщину перевели из реанимации в палату общего режима. На данный момент в Соловьевской больнице на лечении находятся еще двое уцелевших жильцов дома с 6-й железнодорожной. Состояние Карена Гиванзяна и его мамы врачи оценивают как стабильное. Остальные не пострадавшие жильцы дома сейчас ждут судьбоносного для себя решения. Комиссия должна вынести вердикт, пригоден дом для жилья или нет. Об этом станет известно в середине марта. Елена Третьякова, Александр Рябков.